Инновационные технологии, а именно 3D-притинг, позволяют ювелирам теперь создавать больше ювелирных изделий с тем же качеством. Об этом мы общаемся с Александром Мустафаем из Hackerspace. По-вашему, что нужно знать человеку, который работает в ювелирном деле с 3D-притами и что позволяет делать 3D-принтер в нем? Значит, человеку нужно знать технологию, по которой печатает тот принтер, где он будет печататься. Значит, это либо воском мультиджет технология, то есть принтер печатает сразу в воске и уже стандартные технологии, которые наработаны тысячелетиями, подходят для того, чтобы сделать из вот этой готовой восковой модели то, что он хочет. И вторая — это новая технология фотополимерная. Это на основе ДЛП-технологий идет фотополимеризация того предмета, который он смоделировал. И тоже он идет потом либо по выжигаемому процессу, либо по процессу резинка и тиражирования уже из воска. Как получается? Сначала делается модель для ювелирного изделия, и с помощью этой модели изготовляются изделия, или с помощью самого принтера уже делаются готовые изделия? Есть уже технологии лазерного спекания. С помощью лазера спекается и титан, серебро, нержавейка, даже золото появилась. Уже технология шагнула настолько далеко, что можно уже изначально 3D-модель распечатать в золоте, в каком-то металле. Ювелирные мастера уже будут не нужны, ведь машины смогут делать те же изделия даже более точно. Нет, пока ювелиры нужны, и все их наработки, все их способности тоже нужны, потому что после того, как распечатано, допустим, даже в металле украшение, ее все равно нужно обработать, заполировать, вставить камни, нанести покрытие, эмаль. То есть пока камни не делает 3D-принтер? Нет, пока нет. В будущем, лет через 10, может быть, что-то появится, может быть, даже через 100. Получается дешевле это ювелирное изделие, если делать его с помощью 3D-принтера, или просто удобнее? Во-первых, удобнее, во-вторых, сокращается на много времени, потому что сделать, допустим, 2000 отверстий с четырьмя крапанами на каждом обычному ювелиру, это нужно месяца-два. А на принтере это делается за 40-50 минут. Стоимость этого принтера примерно какая, чтобы, может, бизнес понимал, сколько им надо потратить для того, чтобы упростить свою жизнь? Сейчас самые распространенные в ювелирной отрасли – это солидскейпы. Цена от 60 тысяч долларов и выше. Можно купить бэушный, где-то за границей, от 20 тысяч долларов. Расходники там достаточно дорогие сейчас. По-моему, около 2 тысяч долларов два комплекта. Это воск для поддержки и воск структурный, из которого печатается основное кольцо или украшение. Ну, так как сокращается время, то за эту сумму можно сделать больше за определенное время изделий и тем самым больше заработать. Да, за счет того, что ты сокращаешь время на изготовление каких-то запчастей к браслетам. В общем, за счет того, что ты сокращаешь время, ты увеличиваешь доход. Ну и срок окупаемости проекта, если ты купил принтер, комплектующий к нему, за сколько примерно ты сможешь его купить? Вот на вашей практике или на практике бизнеса, с которым вы сотрудничаете? Окупаемость. Ну, это достаточно сложный вопрос, потому что, во-первых, 3D-принтеров в Украине не так уж и много. Во-вторых, ювелиры начали переходить на 3D-принтерные технологии на моих глазах. Я работаю около 5 лет в этой отрасли и вот за эти 5-6-7 лет вот только начал виден быть вот этот прогресс перехода от ЧПУ-обработки, либо от ручной обработки к ЧПУ и одновременно в 3D-отрасль. Но все равно это может быть полгода-год или сейчас технологии настолько дорогие, что 5 лет нужно будет, чтобы их окупить? Сейчас это, я думаю, несколько лет. В будущем, вот сейчас, допустим, набирает обороты DLP-технологии фотополимерные. Сам принтер стоит уже около 2, а есть уже и дешевле. И 2 тысячи окупить, допустим, партией колец, это уже хорошо. Расходники будут ли они дешеветь с тем, как рынок будет развиваться, спроса будет больше и по-вашему? Когда мы увидим такой самый резкий скачок развития использования 3D-принтера в ювелирном деле, это будет в этом году, в следующем или должно прийти 5 лет, и уже тогда все перейдут на 3D-принтер. Этот скачок, вот он сейчас уже, вот он где-то между началом прыжка и серединой. То есть мы его вот сейчас наблюдаем. Если говорить про мировую практику, то Европа и США, насколько они продвинулись в этом и широко ли там используются эта технология? Конечно. В США это страна, в которой первые были сконцентрированы вот эти все самые ведущие разработки в 3D-принтерной технологии. 3D-систем это гигант в этой технологии. И там это все было лет еще, наверное, 10 назад, может быть, даже 15, вот переход ювелиров от ручной или ЧПО обработки к обработке, к построению моделей на 3D-принтере. Можно сказать, что сейчас в Америке большинство ювелиров работает с этой технологией? Я бы сказал, большая часть ювелиров работает по этой технологии. Конечно, есть любители и профессионалы, которые работают вручную до сих пор, они считают, что это правильно, потому что это эксклюзивное украшение, оно должно быть с каким-то вот вкладом души ювелира, оно должно быть единственное. Есть ювелиры, допустим, массовое производство это 100% переход уже на 3D-технологии, потому что вырезать на ЧПО 10 значков и вырастить 10 значков на 3D-принтере, это по времени уже, ну, оно примерно одинаково по времени выходит. Какие технологии ювелирным компаниям позволяют сэкономить на производстве, нам рассказал Александр Мустафаев из Hackerspace. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Дукаскопи ТВ из Киева.